В эфире Вести Утро Кабардино-Балкария. В студии Елена Кушхова. Здравствуйте и спасибо, что встречаете новый день с нами. Огнеборцы снова состязаются за звание лучшего пожарного подразделения республики. Специально для них на стадионе трудовые резервы в Нальчике прошли очередные спортивные соревнования. За победу боролись 20 команд. Преодоление стометровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице, боевое развертывание и пожарная эстафета 4 по 100 метров. Хорошую подготовку показали как взрослые, так и дети. Для последних задания по понятным причинам упростили. Но желание победить у ребят это никак не убавило. Упорная борьба за первенство велась практически в каждом виде упражнений. Как правило, конечный успех в состязаниях дает удачное выступление в боевом развертывании. Впервые за 10 лет соревнования внесли изменения. В этом году мы ввели новые соревнования эстафета, предусматривающие тушение пожара в противне. Это очень опасно и в этом плане давно не занимались, но в любом случае все прошло успешно. На эти соревнования выявили лучших спортсменов, которые представляют пожарные части. В общекомандном зачете третье место заняла специализированная пожарная часть Нальчика. Второе сборная часть номер 9. Победу отвоевали спортсмены сборной 10 пожарной части. По итогам соревнований всем победителям и призерам вручили грамоты и денежные премии. Главный детский праздник завершился, однако еще не все подарки успели дойти до своих адресатов. Сотрудники Кабардино-Балкарского таможенного поста, к примеру, накануне устроили приятный сюрприз воспитанникам республиканского дома ребенка. Одежда, игрушки и не только. Все самое необходимое для детей, волей судьбы оставшихся без родительского внимания и оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Подарки малыши приняли с благодарностью и тут же стали примерять обновки. Такие акции таможенники проводят регулярно и стараются не обделить вниманием и материальной помощью воспитанников разных учреждений социального типа. Танцевальный ансамбль из Кабардино-Балкарии покорил сердца калмыков. Наши земляки, артисты коллектива Балкария выступили в дуэте с местными звездами народного танца Тюльпаном. Таким образом, коллеги, так сказать, по хореографическому цеху отметили двойной юбилей. Нашим танцорам в этом году 20 лет, а артисты принимающей стороны празднуют свой 75-й день рождения. Государственный концертный зал и листы не умолкал, протяжные горские мелодии, танец с кинжалами, зажигательная лесгинка и калмыцкие народные танцы. Такое зрелищное шоу вряд ли могло оставить кого-либо равнодушным. Подобные совместные выступления укрепляют дружбу народов, уверены артисты. А Северокавказская ассоциация работников культуры, похоже, вплотную занялась возрождением доброй традиции культурного обмена. Так, ансамбль «Балкария» в минувшем году дал два больших представления в Москве. Совместные концерты с Аланом побывал в Пятигорске, Кисловодске, Сентуках и Черкесске. Сегодня во Всемирный день окружающей среды свой профессиональный праздник отмечают экологи. Безопасность в этой сфере деятельности с течением времени все больше становится актуальной, в том числе и в нашей республике. Здесь находится ряд особо охраняемых природных территорий. Это национальный парк при Эльбрусе, Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник, 9 государственных природных заказников, 21 памятник природы. Руководство республики уделяет большое внимание сохранению баланса в связке окружающая среда, развития экономики, поскольку от этих факторов напрямую зависит качество жизни и здоровье населения. Важную роль в сохранении природных богатств Кабардино-Балкарии играет прививание подрастающему поколению чувства ответственности за состояние окружающего мира. Свой посильный труд в это дело вкладывают работники Республиканского эколого-биологического центра. Специфика нашего учреждения заключается в том, что это не классная урочная форма, к которой они привыкли в образовательных учреждениях своих, а именно это развлекательные, игровые, досуговые мероприятия. И чаще всего это происходит именно на природе, в местах обитания тех видов, которые они изучают. Поэтому, естественно, этому очень интересно. Сотрудники центра вместе с детьми озеленяют и благоустраивают территории школ, детских садов и улиц. Тем самым приобщают юных натуралистов в трудовой деятельности, развивают интерес подрастающего поколения к изучению и охране природы, биологии, географии, экологии и других наук о земле. К этому часу у меня вся информация. Далее в эфире мои московские коллеги. Мы с вами увидимся ровно через полчаса. Оставайтесь на канале Россия. В эфире Вести Утро Кабардино-Балкария. В студии Елена Кушхова. Здравствуйте и спасибо, что встречаете новый день с нами. Огнеборцы снова состязаются за звание лучшего пожарного подразделения республики. Специально для них на стадионе трудовые резервы в Нальчике прошли очередные спортивные соревнования. За победу боролись 20 команд. Преодоление стометровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице, боевое развертывание и пожарная эстафета 4 по 100 метров. Хорошую подготовку показали как взрослые, так и дети. Для последних задания по понятным причинам упростили, но желание победить у ребят это никак не убавило. Упорная борьба за первенство велась практически в каждом виде упражнений. Как правило, конечный успех в состязаниях дает удачное выступление в боевом развертывании. Впервые за 10 лет соревнования внесли изменения. В этом году мы ввели новые соревнования, это эстафета, досматривающие тушение пожара в противне. Это очень опасно и в этом плане давно не занимались, но в любом случае все пошло успешно. На эти соревнования вывели лучших спортсменов, которые представляют пожарные части. В общекомандном зачете третье место заняла специализированная пожарная часть Нальчика. Второе – сборная часть номер 9. Победу отвоевали спортсмены сборной 10-й пожарной части. По итогам соревнований всем победителям и призерам вручили грамоты и денежные премии. Главный детский праздник завершился, однако еще не все подарки успели дойти до своих адресатов. Сотрудники Кабардино-Балкарского таможенного поста, к примеру, накануне устроили приятный сюрприз воспитанникам Республиканского дома ребенка. Одежда, игрушки и не только. Все самое необходимое для детей – волей судьбы, оставшихся без родительского внимания и оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Подарки малыши приняли с благодарностью и тут же стали примерять обновки. Такие акции таможенники проводят регулярно и стараются не обделить вниманием и материальной помощью воспитанников разных учреждений социального типа. Танцевальный ансамбль из Кабардино-Балкарии покорил сердца калмыков. Наши земляки, артисты коллектива «Балкария» выступили в дуэте с местными звездами народного танца – тюльпаном. Таким образом, коллеги, так сказать, по хореографическому цеху отметили двойной юбилей. Нашим танцорам в этом году 20 лет, а артисты принимающей стороны празднуют свой 75-й день рождения. Государственный концертный зал и листы не умолкал. Протяжные горские мелодии, танец с кинжалами, зажигательная лесгинка и калмыцкие народные танцы – такое зрелищное шоу вряд ли могло оставить кого-либо равнодушным. Подобные совместные выступления укрепляют дружбу народов, уверены артисты. А Северокавказская ассоциация работников культуры, похоже, вплотную занялась возрождением доброй традиции культурного обмена. Так, ансамбль «Балкария» в минувшем году дал два больших представления в Москве. Совместные концерты с Аланом побывал в Пятигорске, Кисловодске, Сентуках и Черкесске. Сегодня во Всемирный день окружающей среды свой профессиональный праздник отмечают экологи. Безопасность в этой сфере деятельности с течением времени все больше становится актуальной, в том числе и в нашей республике. Здесь находится ряд особо охраняемых природных территорий. Это Национальный парк при Эльбрусе, Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник, 9 государственных природных заказников, 21 памятник природы. Руководство республики уделяет большое внимание сохранению балансов, связки, окружающая среда, развития экономики, поскольку от этих факторов напрямую зависит качество жизни и здоровья населения. Важную роль в сохранении природных богатств Кабардино-Балкарии играет в прививании подрастающему поколению чувства ответственности за состояние окружающего мира. Свой посильный труд в это дело вкладывают работники Республиканского эколого-биологического центра. Специфика нашего учреждения заключается в том, что это не классная урочная форма, к которой они привыкли в образовательных учреждениях своих, а именно это развлекательные, игровые, досуговые мероприятия. И чаще всего это происходит именно на природе, в местах обитания тех видов, которые они изучают. Поэтому, естественно, это очень интересно. Сотрудники центра вместе с детьми озеленяют и благоустраивают территории школ, детских садов и улиц. Тем самым приобщают юных натуралистов к трудовой деятельности, развивают интерес подрастающего поколения к изучению и охране природы, биологии, географии, экологии и других наук о земле. На этом я прощаюсь с вами до завтра и желаю удачного начала рабочего дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok